Сегодня здесь мы все собрались, чтобы послушать еще две лекции летней практики. Первая из них моя. Называется вот так, вити и вата. Надеюсь, вам хорошо видно всем текст. Если не видно, говорите, мы что-нибудь сделаем с этим. Ну, приступим. Ну, вот вы сегодня все пришли. Что вы можете здесь полезного узнать для себя? Во-первых, что меня побудило поделиться с вами полезными данными, полезной информацией про карьерный путь, про те случаи, когда вы пишете на каком-то редком, малоиспользуемом на сегодняшний день языке. Я часто встречался со студентами, с людьми, которые говорят, что они изучают C++ или изучают какое-то там ответвление C, которое никому не нужно, никто нигде его не использует, не мог найти себе работу. Они меня спрашивали, ну, что нам делать? Нам переходить на другой язык? Собственно, в чем причина? На самом деле причин несколько. И, конечно же, вместо C++ мы можем подставить здесь любой другой редкий язык, который сейчас редко используется в продакшене. Ну, почему так? Почему так еще происходит? Мир быстро развивается, технологии тоже быстро развиваются. Соответственно, сейчас все заказчики хотят, чтобы вы могли быстро написать продукт. Никто не хочет, чтобы вы сидели и долго писали какой-то длинный витиеватый код, который нужно несколько месяцев писать, потом несколько месяцев отлаживать. Все сроки просто прогорят, и все. Так вот. C++ здесь выбран в качестве примера. На самом деле это частично мой личный опыт из жизни. Я тоже начинал с него. Хотя нет, на самом деле я начинал даже не с него. Я начинал с Object Pascal. Но это было очень давно. Да, вместо языка здесь можно поставить Object Pascal или, как некоторые называют его, Delphi. Сейчас, я думаю, вы, наверное, найдете 0,01% профессий с требованиями знать Delphi. Так вот. Как я уже сказал, технологии становятся сложнее. Создается больше сервисов, и фактически каждый разработчик, уже не просто разработчик, это такой агрегатор различных скиллов, различных знаний о целом радиопрофессии. Это, можно сказать, не просто разработчик, это такой, знаете, как кухонный комбайн. Должен уметь все. Должен не только уметь писать код, но и деплоить. Должен уметь настраивать докер, должен уметь работать с базой данных. И даже писать, опять-таки, тесты. Конечно, если мы говорим про юнит-тесты, это не совсем. Еще QA. Но, тем не менее, каждый разработчик в 2019 году должен уметь много всего. Я думаю, это вам нужно воспринимать как данность. Хорошо, если кто-то из вас уже это понимает, и для себя решил, что чем больше он знает, тем лучше. Чем более универсальным работником он является, тем лучше. Да, в этой лекции, чтобы вы понимали, я рассказываю о мире разработки с точки зрения бэкэнд-разработки. То есть, я не буду говорить про мир JavaScript. В мире JavaScript все несколько иначе. Ну, не только JavaScript, в мире фронтенда, я имею в виду, все несколько иначе. Там у вас, возможно, некоторые, несколько другие карьерные пути. Возможно, вы просто когда-то выучите JavaScript и будете писать сайтики до конца жизни, не изучая ничего нового. Глобально не изучая ничего нового. Я имею в виду, вам не придется изучать тонкости работы с базой данных, там тонкости диплоя, тонкости написания тестов и так далее. Поэтому сейчас я постараюсь донести до тех, кто хочет быть бэкэнд-разработчиком, то есть писать код для сервера, донести до них информацию о том, как стоит строить свою карьеру далее. Допустим, вы уже знаете C++ или опять-таки, что вы там в школе или на первых курсах университета изучали, я не знаю, Дельфио, Паскаль, что-то еще может быть. Конечно, Кложу вы не изучали. Да, здесь такое важное замечание. Я точно знаю, у нас очень мало людей, которые пишут на Кложу, но, как правило, люди попадают в эту узкую сферу после многих лет опыта, уже после того, как они прошли весь тот длинный путь. Поэтому здесь мы именно говорим о каких-то начальных навыках, каких-то начальных навыках, которые вы могли получить в университете. Ну, как и любой другой язык, когда вы изучаете C++, тот же C++, или даже если вы изучаете C-Sharp именно в университете, вы в любом случае будете начинать с каких-то основ компьютерной науки. То есть это алгоритмы, структуры данных, ну что там еще. Работа с указателями, да, это такая особенность C++, это особенность такого плана языков. Если мы будем говорить про backend и про frontend, скорее всего, не скорее всего, а наверняка на frontend, вам не придется ничего, ну почти ничего знать про то, как оптимизировать работу с памятью. Соответственно, если вы уже знаете, как работает память, умеете работать с heap, умеете строить бинарные деревья, сортировать их, по памяти можете написать весь этот алгоритм, то это будет большим бустом для вашей карьеры в дальнейшем. Почему? Потому что на самом деле принципы программирования на любом языке, они одинаковые, и во всех них лежит одна и та же основа, ну математическая основа, то есть основа компьютер-сайенс. Поэтому, если вы знаете те базовые вещи, которые тут обозначены, то вам этого вполне достаточно, чтобы с легкостью перейти на любой другой, более популярный язык. Я не хочу сказать, что C++ не современный, я хочу сказать, что он не популярный сейчас. Здесь представлен типичный проект в текущем году с точки зрения backend-разработчика. Именно с точки зрения того, как вы видите этот проект, будучи backend-разработчиком, и с чем вам приходится взаимодействовать. То есть тут нет какой-то схемы, знаете, как выглядит общий проект. Я надеюсь, там что-то видно. Я даже могу пояснить, наверное. Значит, верхняя часть диаграммы – это сервер с базой данных, нижняя – это несколько вариантов клиентов. Соответственно, про сервер, ну что там сказать. Сервер – он есть сервер. То есть здесь описано, именно с чем вам придется взаимодействовать в любом случае, если вы хотите стать backend-разработчиком. Если вам это не нравится, можете уходить на фронт-энд. Я сегодня не рекламирую фронт-энд, поэтому вот так. Соответственно, вам придется не только писать код на сервер, вам придется его деплоить, вам придется настраивать весь тот environment, который необходим для, в общем-то, поднятия сервера. Ну и насчет базы данных. По-хорошему, вам нужно уметь создавать структуру базы данных с нуля, вам нужно уметь ею управлять, оптимизировать. То есть частично вы еще и дейтебейс-разработчик. Конечно, очень частично, но тем не менее. Что касается клиентов, ну то есть нижней части этого замечательного графика, зеленый круг, это веб-клиенты, конечно, самый популярный на текущий день вариант фронт-энда. Ну и, так, я надеюсь, там смысл здесь такой, что здесь мы говорим не совсем о фронт-энде, мы здесь говорим о потребителях именно нашего API. То есть если мы создали сервер, у нас есть какой-то API, соответственно, здесь подразумевается, что какой-то другой сервис, не обязательно фронт-энд, будет использовать этот API. И он тоже может быть написан на условном C++. Соответственно, чем еще вам может понадобиться заниматься? Вторая популярность, ну а на текущий день, на самом деле, возможно, такая же популярная платформа, как и веб, это мобильные клиенты. Естественно, в первую очередь это iOS и Android. Там, конечно же, есть свои фреймворки, тем не менее, если говорить о каких-то редких языках, то есть мы сейчас рассматриваем вариант, когда вы знаете Tocic++ и не знаете больше ничего. Куда вы можете двигаться дальше? Ну вот, если вам придется писать мобильный клиент, то вам придется, если вы пишете, подается, изучать Swift или Objective-C, на Android, соответственно, Java. Но, соответственно, это не все. Конечно же, есть еще и кроссплатформенные фреймворки, я думаю, все о них знаете, которые написаны на Java скрипте, либо которые написаны на C++. Более применительно к реалиям речь идет про какие-то кроссплатформенные движки, например, Unity. То есть вы можете быть гейм-девелопером, который пишет движок кроссплатформенный для мобильных систем. Дальше. И особняком идут отдельные клиенты. Я их назвал условно самостоятельными приложениями. Почему? Потому что сейчас не существует четкой классификации. То есть в текущем мире, как вы сами понимаете, в принципе нет ни одного рабочего устройства, которое бы не имело выхода к интернету. Любому устройству нужно обновляться, даже машинам опять-таки. Поэтому особняком идут self-driving cars, написание драйверов, различные девайсы virtual reality, augmented reality, mixed reality и интернет вещей. Ну то есть все устройства там умного дома, все устройства, которые входят в интернет вещей. Чтобы было понятнее, почему self-driving car является условно самостоятельным приложением, ну это я думаю очевидно, потому что им той же условной, тому же условному автомобилю с процессором, который имеет какую-то прошивку для работы с датчиками, для работы с окружающей средой, его периодически нужно обновляться и заливать какие-то обновления сервера. Поэтому даже в этом случае, в 2019 году практически не существует самостоятельных клиентских приложений. Что касательно драйверов, ну тут ситуация, наверное, чуть более запутанная. Драйвера сами не обновляются, это все обычно происходит извне, это извне с точки зрения операционной системы. Тем не менее, вы можете также уйти в написание драйверов, если вам это интересно. Но это самый сложный путь. Поэтому вернемся к ситуации, когда вы даже не джуниор-разработчик, а начинающий программист, который хочет как-то построить свой путь, и опять-таки не знает, куда ему податься, то хороший вариант здесь будет именно то, что сейчас модно, это VR, AR и Mixed Reality. Ну, если расширить немножко понятие того, что вам придется делать, если вы будете писать какую-то логику для VR или Augment Reality, то, скорее всего, вам придется работать с каким-нибудь TensorFlow или с какой-то другой библиотекой распознавания образов. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к математическим основам, к основам распознавания образов, работая с графами, работая с, аккуратно скажем, нейросетями и так далее. Так, ну, мы плавно подошли к идее того, что нет какого-то универсального ответа, какой язык лучше, ну, куда вам лучше всего или проще всего будет перейти. Соответственно, на самом деле, можно выбирать любой язык. Если вы знаете там, условно говоря, Delphi или какие-то начальные азы C++ или что-то еще, один или два курса вы закончили в Computer Science. Мы чуть более подробно поговорим именно про C-Sharp и Python. На Java сейчас не будем сильно останавливаться, просто потому, что у нас были отдельные лекции по Java на летней практике. В чем, собственно, тут особенность? C++, как таковое, нужно понимать, он используется много где. То есть он используется в разных сферах и, в общем-то, на разных платформах. В отличие, например, от C-Sharp, который, конечно, сейчас там создается, вернее, уже был создан .NET Core, который позволяет, в общем-то, делать кроссплатформенное решение. Тем не менее, в основном C-Sharp всегда завязан будет на стеке Microsoft. Поэтому вы должны для себя понимать, в какой мир вы хотите войти. Вы хотите быть, как бы это аккуратно сказать, зависимыми от Microsoft и от того, что они делают. То есть там Microsoft Azure, если это какие-то облачные решения, вы хотите писать, в основном, решения под Windows, вы хотите писать какой-то front-end и back-end на .NET, либо же вы хотите писать что-то кроссплатформенное и вообще не привязанное к операционной системе Windows. Соответственно, если вам не очень нравится идея быть зависимыми от Microsoft и от их продуктов, что, в общем-то, неплохо, вы можете выбрать для себя Java или Python. Но, опять-таки, про Java, я бы сказал, ситуация абсолютно аналогична. Вы также будете зависеть от того, как продвигается Java за счет ее комьюнити, за счет Oracle и других видных, контрибьюторов. Python здесь выглядит наиболее нейтральным. На самом деле, нужно уточнить, что вы, конечно, можете стать Python-программистом. Это, конечно, сейчас востребовано. Но вам нужно понимать, какой круг задач вы будете решать. Скорее всего, это будет какая-то автоматизация каких-то процессов, то есть написание скриптов. То есть в большинстве продуктов, не относящихся вот к этому серенькому кругу, к условно-самоциативным приложениям, в большинстве продуктов Python будет играть вспомогательную роль. И только в каком-то машин-леунинг или в каком-то там распознавании лиц, где-то в каких-то математических или научных проектах он будет играть, возможно, первичную роль. Да, ну и в некоторых движках. И опять-таки, вы, конечно же, можете остаться и C++ или C-программистом, если вы хотите заниматься только разработкой каких-то 3D-движков. Да, про C-Sharp, конечно, стоит еще добавить, что все-таки сейчас есть Unity и есть Xamarin. Ну, про это мы чуть позже расскажем. Здесь мы на этом слайде объединили тот вариант, те два варианта, когда вы перешли на .NET или Java, вы отказались от Python. Как вы видите, кружочек с условно-самостоятельными приложениями просто исчез. Здесь нужно понимать, что с точки зрения того, с чем вам придется работать на .NET или Java, стэки будут очень похожи. Вы фактически будете решать одни и те же задачи для бизнеса. Это будет какое-то, вероятнее всего, большое интерпрайз-приложение. Возможно, много леха C-кода. Обязательно будет большая база данных с тяжело читаемыми скриптами, тяжело читаемыми таблицами. Почему? Ну, потому что, опять-таки, если проекту много лет, там много данных, много таблиц. Поэтому неизбежно вам придется разруливать какие-то проблемы на стороне базы данных, будь то MS-SQL или Oracle. Вам придется поддерживать уже существующий код на бэкэнде. Причем тут такая особенность, что этот код в основном это будет написание API. То есть в основном вы будете заниматься именно тем, что вы не будете писать какой-то кроссплатформенный движок, какое-то математическое решение для распознавания образов и тому подобное. Вы будете писать просто некоторую прослойку для доступа к данным или это будет какой-то сервис, то есть сервис для доступа к данным или сервис, предоставляющий какие-то услуги пользователю. Это нужно четко понимать. Соответственно, даже в таких крупных приложениях, конечно, например, в какой-то банковской сфере, в какой-то банковской системе, конечно, и там существуют совсем низкоуровневые прослойки, но, как правило, они уже написаны либо уже куплено готовое решение. То есть вы от той работы, которой вас учили на первых курсах университета, скорее всего, будете отстранены. Не физически, но это связано с тем, что никто не хочет заново переписывать, грубо говоря, движок базы данных. Если база данных уже существует, она уже работает. Если там уже применено очень много алгоритмов по оптимизации этих данных, строятся деревья, сортируются деревья, никаких проблем с этим нет. Соответственно, максимум, что вам придется в плане базы данных, это создавать новые таблицы. Может быть, для новой таблицы как-то вы будете настраивать индексы, например, с точки зрения оптимизации. Далее по клиентам. Но мы сейчас не рассматриваем фронт-энд. Если говорить про мобильные клиенты и другие сервисы, то опять-таки это такие же потребители API. Потребители API, я имею в виду другой сервис, который просто вызывает, использует какие-то запросы с основного сервиса. И опять-таки там не будет никакой сложной математической логики. Почему так происходит? Потому что с точки зрения бизнеса в 2019 году никто не хочет, как я уже сказал, писать долго продукты. Все хотят побыстрее, чтобы это все работало. Соответственно, нет никакого смысла, нет никакого бизнес-вэлью в том, чтобы писать сложную математическую логику на каждом из этапов. Проще написать ее один раз на самом низком уровне, то есть где-то на уровне доступа к данным, на уровне доступа к базе данных. А все, что выше, проще абстрагироваться от этой логики и просто работать с API. Все. Соответственно, если вам не нравится такая работа, вам стоит идти куда-то в геймдев или, может быть, в условную Теслу, программировать их замечательные машины. Что касается мобильных клиентов, ну здесь, если мы говорим именно про C-Sharp или Java, то, естественно, про C-Sharp это, скорее всего, Xamarin. То есть, как бы, вроде бы, универсальная платформа, не очень популярная, но она работает, и Microsoft ее поддерживает. Но проблема будет в том, что если вы будете писать на Xamarin, вы, опять-таки, будете привязаны к тем парадигмам, которые продвигает Microsoft. А это несколько входит в противоречие с тем, что продвигает Apple. То есть, вы должны понимать, что вы будете заниматься такой вещью, которая, скажем так, она рабочая, она популярная, она удобная, но Apple не считает, что все должны писать на Xamarin. Например, Apple считает, что если вы программируете под iOS, то лучше всего ваше приложение будет работать, если оно написано не на Xamarin, а оно на Swift или на Objective-C. Далее. Чуть более подробно про .NET, про стек .NET. Ну, я думаю, вам всем тут известно все эти популярные направления, с которыми вы можете работать на .NET. Кстати, да, хотелось бы знать немножко про аудиторию. А кто-то уже работал с .NET Machine Learning. Есть такие? Поднимите руки. Такой замечательный фреймворк есть. Machine Learning .NET. Ну вот, я тоже с ним не работал на самом деле. Но они говорят, что есть. И сейчас продвигают его. Ну, если быть чуть более подробным, то Machine Learning на .NET подразумевает в первую очередь работу с TensorFlow, то есть с популярной библиотекой, которая используется на разных платформах и на разных языках. Опять-таки, теоретически и на C-Sharp вы можете заниматься распознаванием образов и делать примерно ту же самую работу, что и делают инженеры self-driving cars. В основном же, как я уже сказал, на .NET вы, скорее всего, в Enterprise проектах будете заниматься бэкэндом, вы будете писать серверные API. Сейчас, конечно, в современном мире есть некоторая надежда на .NET Core. .NET Core, как я про нее уже упомянул, это нововведение от Microsoft, это кроссплатформенная платформа, это не просто фреймворк уже, которая в теории должна позволять развертывать приложения и на Linux, и на Windows, и на macOS. Но пока что там еще много, над чем стоит работать, поэтому я бы не сказал, что можно .NET Core отнести к полноценному варианту, когда вы пишете какое-то универсальное решение. Если вы хотите писать какой-то кроссплатформенный движок, соответственно, лучше всего вам заниматься каким-то Unity. Так, касательно работы с базой данных, ну это, скорее всего, будет MS-SQL в случае .NET, в случае Oracle, собственно, Oracle Database, в случае Java. Про Universal Windows Platform. На самом деле, скорее всего, вы сталкивались в той или иной степени с MFC или с какими-то там решениями для ваших лабораторных задач в университете, где вы просто писали какие-то приложения для расчетов интегралов, расчетов каких-то значений из теории вероятности, проведения различных математических опытов и тому подобное. Скорее всего, вы там писали самостоятельные клиентские приложения, которые не имеют связи с серверами, но дело в том, что в бизнесе это почти никому не нужно. На этом приложение, которое не имеет серверной части, не хранит никаких данных и работает само по себе на компьютере пользователя в 2019 году, скорее всего, никому не будет нужно. Поэтому можете не рассчитывать, что вам придется писать на Universal Windows Platform. Это очень редкий случай. Мы, конечно, можем здесь вспомнить некоторые банковские системы. Сейчас много банковских систем, опять-таки старых, которые, они большие, может быть, какие-то, у них очень много форм, очень много функционала. Конечно, может быть, окажется так, что вам придется писать клиенты для Windows или для Linux, или для macOS, для банковской системы, и вам будет казаться, что вы занимаетесь чем-то оторванным от взаимодействия с сервером. Но на самом деле это не так, поскольку все мы знаем, что банки в любом случае взаимодействуют с базой данных. Поэтому я бы сказал так, что в 2019 году рассчитывать на то, что вы можете писать приложения только для нового компьютера и не погружаться в азы того, как взаимодействовать с сервером, но это невозможно. Про интернет вещей. Интернет вещей сейчас очень разный. Разные компании пишут различные фреймворки. Apple пишет свой, Microsoft пишет свой. Есть еще какие-то свободные решения. Чем вы можете заниматься в сфере интернета вещей? Ну, собственно, если мы говорим, ну, самый простой пример, это умный дом. В общем-то, интересный вариант, но на продакшене встречается редко. Сразу скажу. Скорее всего, это какие-то стартапы, какие-то небольшие компании. Если вдруг вы попадаете в такой стартап, в такую компанию, то все, чем вы будете заниматься, это в первую очередь отладка взаимодействия девайсов друг с другом и отладка взаимодействия девайсов с каким-то сервером. То есть, опять-таки, вам неизбежно придется прорабатывать основы взаимодействия с сервером. А касательно девайсов, касательно устройств умного дома, вам придется взаимодействовать с какими-то уже существующими драйверами, которые позволяют, например, сочетать информацию с датчиков. Вам не придется с нуля писать алгоритмы того, как датчику понять, что в комнате началось движение или что-то еще. Вы, опять-таки, будете абстрагированы. Но это нужно понимать, что на самом деле сферу backend-разработки сейчас можно разделить на несколько уровней. На совсем низкий уровень, когда мы пишем драйвера или когда мы пишем какие-то математические алгоритмы, опять-таки, геймдев, написание игровых движков можно тоже к этому отнести. И чуть более абстрактный уровень, когда мы от этого абстрагируемся и просто пишем каких-то потребителей API. Фактически, даже если будете работать над проектами умного дома, вы будете абстрагированы от того, как все это работает внутри. Я считаю, что это плохо, потому что это отупляет. Вы вроде бы в университете изучали какие-то основы компьютерной науки, изучали какие-то математические основы, но по факту может оказаться так, что вы годами будете от всего от этого абстрагированы, будете просто вызывать один метод API, обрабатывать пять вариантов запроса и все. И будете радоваться, вот как классно датчик сработал. Или датчик сказал, что началось движение. Вот так. Поэтому, если вы хотите развиваться, то старайтесь не забывать про основы компьютер-сайенс, про основы алгоритмов, про основы структуры данных, про оптимизацию и так далее. Лучше всего и продуктивнее всего бэкэнд-разработчик работает тогда, когда он понимает, как работают внутренности того же устройства умного дома. Ну, то есть устройств, которые находятся в умном доме. То есть он прекрасно понимает алгоритмы, которые там реализованы. Соответственно, таким образом достигается максимальная продуктивность. Так. Про Unity я уже рассказал. Дальше рассмотрим вариант перехода на Python. Ну, как видите, здесь есть отличие от графика с .NET и Java. Если .NET и Java это перекос в какие-то крупные интерпрайз-решения, то Python это как раз сейчас возможно гораздо больше вам придется надействовать с условно-самостоятельными приложениями и устройствами. Конечно, на самом деле это не совсем верный график. На самом деле, как я уже сказал, Python может быть использован практически везде, хоть на утюге. Его можно использовать для автоматизации каких-то процессов, в том числе диплоя. Поэтому серверная часть здесь никуда не уходит. Но касательно того, что вы будете использовать и как, в случае с Machine Learning, с интернетом вещей, вам будет, возможно, чуть интереснее. Если вас, конечно, манит математика, алгоритмы, и вы хотите заниматься оптимизацией, то вы можете выбрать Python и вот как тут указано Virtual Reality, Augmented Reality или Mixed Reality Devices. Ну и касательно клиентов или других потребителей API, как я их назвал, там вариантов не так много. Вот тут чуть более подробно. То есть, скорее всего, в Web Development, да, в Web Development, конечно, на Python не популярна Django. Соответственно, теоретически вы можете, перейдя на Python, вы можете, в принципе, вообще не возвращаться больше к .NET, к C Sharp и к Java. То есть, ваш проект может существовать на несколько другом стеке. Я сейчас не углубляюсь в детали, конечно же, существует еще куча, огромное количество других современных языков, Ruby, Go, Clojure, с точки зрения бэкэнда, да. Я сейчас не говорю про TypeScript и JavaScript, я не говорю про фронтенд, я говорю именно с точки зрения бэкэнд-ротработчика. Вариантов на самом деле много, но мы рассматриваем, на мой взгляд, самые простые переходы из стека C++ в ближайшие к нему. Соответственно, про TensorFlow, как я уже сказал, можете посмотреть. Это интересная, популярная, современная билотека по распознаванию образов. Используется она, ну, у нее есть поддержка различных языков. Было бы неплохо, если бы вы умели хоть как-то с ней работать хотя бы на уровне университета. В будущем, я думаю, наверняка, это приходится. Конечно, здесь еще не упоминается Big Data, но фактически про работу с Big Data можно сказать, что это также работа с базой данных. Поэтому, если мы будем говорить сейчас про Big Data, то сдвиг вашего стека будет больше направлен к .NET и Java, то есть к взаимодействию с базами данных и с бэкэндом, а не к картинке с self-driving cars. так же в современном мире много времени, много кода и скриптов на Python пишут при администрировании различных систем. Но опять-таки, здесь нужно уточнить, что это чуть более простой уровень, если вы не хотите погружаться глубоко в математику, вы можете просто заниматься написанием скриптиков на Python несложных для поддержания работоспособности вашей системы. То есть это очень близко к тому, чтобы писать код скрипты на Basha или скрипты для поддержания работоспособности с сервера. Так, и теперь рассмотрим ситуацию, когда прошло несколько лет, вы успешно ушли с малоизвестного языка, успешно выпустились из университета, поработали, изучили какой-то еще как минимум один язык, ну и технологию. Нельзя говорить только язык, а то есть и технологию. Будь то .NET, Java, или Python, или Ruby, Go, не хочу никого обидеть, что-то еще. И тут наступает момент, когда у вас, допустим, меняется проект. Проект меняется кардинально. Что же вы встретите? Вы встретите, в какую ситуацию вы попадете? Ну, в принципе, на самом деле в такую же, в такую же, в которой были вы изначально, но только, скажем так, это некоторое развитие по спирали. То есть вы также будете писать те же интерпрайз решения или те же самостоятельные приложения, но при этом туда в вашей науке добавится работа C++ или с Python. То есть это идет усложнение вашего стека. Таким образом, на самом деле можно описать карьеру бэкэнд-разработчика с точки зрения скиллов, которые он набирает, как карьеру, развивающуюся по спирали. Соответственно, здесь, я думаю, можно прийти к тому, что вот примерно к такой схеме, чтобы у вас было понимание, если вдруг вы опять-таки находитесь в самой левой точке, вы знаете там условно C++ или немного Delphi или Object Pascal или что еще? Что еще? Что-то простое, что никому не нужно. Но вы при этом знаете какие-то основы алкогритмизации, основы структуры данных. Вам ничего не мешает развиться в одном из, как я выделил, шести направления. Но на самом деле тут три основных направления, просто третье, три нижних сферы я разделил, поскольку они отличаются. Вот примерно такой карьерный путь бэкэндер-сработчика вас ждет. Отдельно, конечно, можно было бы выделить дейтебейс-менеджмент, но на практике это большая редкость, чтобы человек занимался только базой данных. Поэтому я не выделил. Поэтому сервер API подразумевается здесь не только работа с серверной частью, но еще, скорее всего, с базой данных. Соответственно, вы можете заниматься мобильной разработкой, при этом если у вас есть опыт условно говоря и на C++ и на Java или на Swift, вы можете писать как на NDK, то есть вы можете писать какие-то низкоуровневые приложения, работающие с драйверами на Android, я имею в виду на C++, либо какие-то кроссплатформенные решения для движков, которые могут работать на Android и на iOS. про мобильные приложения можно добавить, что говоря про случай написания кода на C++ на NDK, то есть Native Development Kit, речь идет скорее не то, чтобы о написании приложения, которые выкладываются в Google Play Market, а которые превращают ваш, ну не ваш, а превращают Android-планшет в какое-то вспомогательное устройство, которое, например, используется в некоторых машинах, в некоторых автомобилях разработаны свои системы, фактически построены на базе либо Java, либо NDK, таким образом Android-девайс они используют просто как платформу для развертывания своей системы. Это на самом деле очень широкий кейс, и он отличается от iOS. С iOS так не бывает. Поэтому если говорить про сферы, в которые вы можете двигаться после Android, то возможно они чуть более разнообразные. Дальше про кросс-платформенные движки я уже сказал. Это либо Xamarin, либо какие-то JavaScript-based движки, либо опять-таки C++ движки, интернет-вещей, VR, AR, EMR. Сейчас можно немного задержаться на девайсах дополненной реальности. в мире проходят и конференции, и сразу существует порядка 20 или даже более разработчиков уникальных очков и шлемов, которые покрывают все эти три направления. В основном все из них используют какие-то популярные фреймворки. Опять-таки с нуля я не уверен, что кто-то из них делает свое решение. Возможно только Sony PlayStation которые делали свой шлем. У них какое-то свое проприетарное решение, о котором я думаю они не хотят делиться ни с кем. Соответственно к чему мы придем в конечном счете, к чему вы можете прийти после того, как вы решили остаться бэкэнд девелопером и не убежали во фронт-энд, как делают многие, то есть вы можете вообще вот этим всем не заниматься, не знать этого вообще ничего, вы можете просто заниматься фронт-эндом, охранить себя от чудесного мира бэкэнд разработки, писать веб-формы, писать сайты, либо веб-варианты приложения, такое тоже возможно, можете оставаться в JavaScript стеке, так назовем, либо же вы можете расширить свой стек до правой части, то есть будете знать как минимум два языка, допустим C++ и Java, C++ и Sharp, и Python. В принципе одного верхнего, одной верхней сферы достаточно для того, чтобы вы могли найти работу в практически любой сфере разработки серверов. Так, ну и как я уже сказал, все три нижних случая, они сводятся опять-таки к использованию в основном Python и C++. Ну хорошо, C Sharp и C++. Java, я бы сказал, используется в меньшей степени в IoT, VR и AR. В целом, примерно такой путь вы можете ожидать. Ну, прошу ваши вопросы, может быть, вам что-то непонятно. Хотелось бы знать, а много вообще людей здесь, которые на бэкэнде уже пишут или изучают бэкэнд? Так, чуть-чуть есть, да? А что же, всем остальным интересен фронтенд или вообще ничего интересного? Есть люди, которым фронтенд интересен? Ну, есть несколько человек, очень хорошо. Но это значит, что я надеюсь, те фронтендеры, которые хотят оставаться на фронтенде, вы узнали чуть больше после этой лекции, как я уже сказал, в чудесном мире бэкэнда. А бэкэндеры, которые подходили ко мне и спрашивали, что же нам делать, если мы тебя немножечко расширили круг того, куда им двигаться дальше. Так, прошу ваш вопрос, может быть, кому-то интересно про детали, кто-то заинтересовался чем-то. Как хорошо сегодня, все понятно. Да. Я правильно понимаю, что вы на пайпе? Нет. Я перешел в моем конкретном случае, я сказал, что я рассказываю это с точки зрения еще и своего опыта. Я сначала писал только на C++, но потом перешел в стэк .NET. Да, если говорить про эту замечательную схему, то я нахожусь в верхней сфере. Хотя, так уж получилось, что лично в моем опыте мне приходилось писать и мобильные приложения, и серверные API. Соответственно, я расширил свой стэк до двух сфер. Как я уже сказал, Python все же лучше знать больше одного языка. Вам вообще придется знать больше одного языка, если вы хотите быть бэкэнд разработчиком. На одном Python вы далеко не уедете. Поэтому так. это разные варианты. Я просто объединил. Если говорить про кроссплатформенные движки, то здесь речь идет именно о том, что часть вам придется писать на Python, часть на C++. Если вы посмотрите, то много фреймворков для машин ленинга, много фреймворков для драйверов, например, почти все драйвера написаны на плюсах или на C. Я даже не уверен, что на Python есть. Наверное, какие-то адаптеры есть, но суть будет в том, что часть кода у вас будет просто на Python, часть на плюсах и дружить друг с другом у вас конечно их получится, но вам придется еще писать некоторые API. Скорее всего у вас будет стэк налажен так, что основная часть проекта будет написана рабочая на плюсах, например, это возьмем CellDrivingCar, соответственно основная логика связанная с считыванием данных со всех девайсов, что представляет из себя машина, самоездащая повозка, что она из себя представляет, это набор огромное количество датчиков, с них нужно считывать информацию, на них уже написаны, на них уже есть драйвера, с помощью скорее всего C++ вы будете обрабатывать всю эту информацию, как-то с ней работать, строить быстро 3D-математические модели, и тому подобное, и тому подобное, какие-то предсказания делать, а уже зачем вам будет нужен Python, Python вероятно будет нужен для установки обновления на все это, то есть весь процесс обновления на такой машине он на самом деле сложный, вам нужно обновить не только центральный процессор, но и все остальные девайсы, то есть это возможно будет процесс обновления из 100 элементов, и вот весь этот процесс им будет управлять код, написанный на Python, вероятнее всего так. Что сайт? Ну тут опять-таки все упирается в то, что скорее всего те девайсы, которые установлены в машине, для них уже написаны драйвера, они уже написаны на определенном языке, для них доступны API. Поэтому так сложилось, что проще всего вам будет для одной части писать на одном языке, а для другой на другом. Как бы универсального решения нет. Это вот проблема как раз того, что в современном мире очень много языков, вы, я думаю, знаете это. Но суть в том, что каждый язык появляется не просто так, он появляется под какую-то конкретную цель. Поэтому когда мы говорим, что нам нужны скоростные вычисления, высокоточные, быстрые, параллельные, то скорее всего вам придется писать на плюсах, на C++. Еще что-то может быть на этой схеме кому-то интересно, прийти в бэкэнд и стать кроссплатформенным разработчиком движков. Ну конечно если нет, на самом деле и на фронтенде можно достичь почти всего того, что здесь есть, но конечно с большими ограничениями. То есть если вы покопаете, погуглите, вы скорее всего найдете варианты решения для JavaScript и TypeScript практически для всего того, что есть и здесь. То есть это такой может быть несколько лэйзи вариант, когда люди знают только JavaScript и TypeScript, не хотят погружаться в детали каких-то там, в какие-то сложные математические детали, но они просто пишут или используют готовые решения для JavaScript, чтобы оградить себя от изучения всего того, что на самом деле в большинстве бэкэнд серверов крутится. Еще вопросы задавайте, не стесняйтесь. Ну, если вопросов нет, то у меня все. Спасибо.